Какими, на ваш взгляд, будут геополитические последствия войны в Украине за ее пределами? Это война, которая навсегда изменила Европу. Предположение о том, что Европа всегда будет в безопасности, что границы будут неизменны, что наши законы о правах человека, о конвенциях, о геноциде, все эти вещи, которые мы принимали как должное на протяжении многих десятилетий, всего этого теперь нет. Это война, которая переносит нас в другую эпоху, в эпоху, когда Европе, возможно, придется защищаться, возможно, даже придется начать производить оружие и боеприпасы гораздо более интенсивно, чем планировалось. И она должна будет, в конце концов, завершиться принятием новых гарантий безопасности, так или иначе. А вопросы будут следующие. Какой будет новая концепция НАТО? Как мы предотвратим подобную войну в будущем? И как мы будем, в частности, гарантировать безопасность Украины? Вы наблюдаете за Россией. Должны ли мы были знать? Должны ли мы были заметить признаки того, что в Европе может начаться еще одна широкомасштабная война? Или это простительно, потому что многие не могли это представить? На самом деле, Путин уже давно четко давал понять, что у него есть планы в отношении соседей. Он вторгся в Грузию, он вторгся в Украину в 2014 году. Он помог с торжением в Сирию, которая не граничит с Россией, и это говорило о его амбициях. Мы не обращали внимания, когда он заявлял, что заинтересован в восстановлении Советской империи, которую он теперь называет Российской империей. И да, я боюсь, что мы виноваты в том, что не слушали, не уловили тревожные сигналы и прежде всего не думали о последствиях для Украины и НАТО. Так ли необходимо для НАТО сейчас расширяться и принимать Украину, несмотря на то, что Крым, возможно, не будет освобожден? Я имею в виду то, что нужно Украине и что ей должна НАТО. Война закончится, когда изменится Россия. То есть война закончится, когда россияне поймут, что это была ошибка. Когда они поймут, что Российская империя не может быть восстановлена и что эта эпоха закончилась. Как мы к этому придем? Есть много разных способов. Один из них будет военная победа Украины. Возможно, также скажутся санкции. В конце концов, мы можем использовать дипломатию. Но это будет процесс, который несет изменения. Он должен будет завершиться какими-то новыми гарантиями безопасности для континента. Я не могу сейчас сказать вам, какие они будут, потому что не знаю, каким будет состояние мира на следующей неделе или через полгода, но именно этим все и закончится. Считаете ли вы, что сейчас Украине не время говорить о мире, что у нее должно быть больше военного превосходства, прежде чем кто-то будет говорить с Украиной об обсуждении этого с Москвой? На данный момент разговаривать не с кем, потому что Путин дал ясно понять, что его военные цели остаются прежними. Его военная цель – завоевать Украину, взять Киев, создать марионеточное государство. Поэтому сейчас не о чем говорить. Но есть и те, кто пытается вести такие разговоры. Так что это не значит, что никто об этом не думает. Как я уже сказала, война закончится, когда изменится Россия. Как когда-то Франция и Алжир, или как Великобритания и Ирландия, Россия поймет, что она больше не является имперской державой, что век империи закончился, и мы должны помочь России достичь этого. И один из способов помочь Украине вернуть свои территории. Спасибо.